Добрый день, уважаемые женщины, уважаемые делегаты нашего женского съезда, женщин-депутатов. Я приветствую наших гостей, которые сегодня пришли к нам на мероприятие. И хочу сказать, что сегодня зарегистрировалось 147 делегатов из 20 областей Украины. На наше мероприятие были приглашены представители власти, министры, которые напрямую соответствуют тем вопросам, о которых мы сегодня будем говорить. Это министр соцполитики, исполняющий обязанности министра здравоохранения, министр образования, министр финансов, руководитель Пенсионного фонда Украины. Также мы пригласили всех руководителей фракций народных депутатов, а также всех женщин народных депутатов с парламента. Кто пришел сегодня, мы видим, я очень благодарна всем, кто сегодня откликнулся, пришел на наше мероприятие, потому что вопросы, поднимаемые сегодня, весьма-весьма важны для всех людей. Я хочу также поблагодарить представителей научно-экспертной среды, наших представителей средств массовой информации. Большое спасибо, вы всегда нас поддерживаете. И хочу сказать, что сегодня в этом зале ведется прямая трансляция с телеканалом РАДА, и поэтому существует определенное правило, о которых я вам сейчас скажу. Во-первых, дорогие мои, я хочу напомнить наше правило, правило нашей национальной платформы «Женщины за мир». Мы категорически запрещено на национальной платформе призывать к агрессии, к насилию, запрещено говорить о тех темах, которые сегодня разъединяют общество. Это религия, это историческая память, это языки, это межконфессионные и национальные вопросы поднимать, а также проводить агитацию за политические партии и агитировать за определенные политические взгляды. Это не соответствует нашей миссии объединения ради мира в Украине, это не соответствует нашим целям объединения и восстановления мира в Украине и ее социально-экономического развития. Поэтому в ваших выступлениях я прошу придерживаться и дальше наших правил, которым мы следуем уже год и восемь месяцев. И еще одно такое объявление. Я очень попрошу соблюдать регламент. Я буду, наверное, очень настойчиво, прошу не обижаться, прерывать и говорить о том, чтобы подводили выступление к концу, если выступающие будут выступать больше пяти минут, докладчики, то есть и выступающие больше трех минут. И когда вы говорите в микрофон, пожалуйста, включайте его, потому что у нас ведется запись. И, естественно, в своих выступлениях придерживаемся правил национальной платформы. Я немножечко отвлекусь, даже не в историю, а в нашу с вами историю. Немногим больше года, год и месяц, в сентябре прошлого года у нас были первые национальные сборы женщин-депутатов. Я вижу многие лица, которые были в прошлом году на нашем мероприятии. Мы помним, что мы поднимали, какие вопросы, мы тогда были молодые, мы только организовались, мы тогда были просто инициативой женщины за мир. И мы тогда обратились ко всем женщинам-депутатам всех уровней, всех политических партий, нефракционных. Мы подписали вот такое обращение с вами год назад о том, что мы объединяемся без каких-либо предубеждений во имя мира, стабильности, взаимопонимания и развития нашей страны. Также мы с вами тогда говорили и утверждали женские мирные инициативы. Вы, наверное, помните структура плана мирные и женские инициативы, состоящая из шести пунктов, которые сегодня, что очень приятно, более чем 110 тысяч женщин реализуют эти наши мирные и женские инициативы. И если пройтись по нашим делам, которые мы проводили за этот период времени, повторяю, год и восемь, вроде как немного, да, но сделано достаточно многие. У нас первым пунктом это миростроительство в Украине. Нами было проведено более 90 круглых столов в разных городах Украины. И все круглые столы были посвящены миру, миростроительству, взаимопониманию, развитию социальным проблемам. Было проведено 11 женских форумов и съездов, на которых приняли участие более 11 тысяч женщин, опять-таки, со всей страны. Мы разработали мирный женский план на основе мирных женских инициатив, на основе тех инициатив, которые на протяжении всех съездов, форумов и мероприятий мы собирали, женщины нам передавали их. Этот план в виде резолюции съезда первого национального съезда женщин, который проходил в начале этого года в Украинском доме, мы передали в администрацию президента, мы передали в кабинет министра Украины, мы передали в Верховный совет, а также международным миссиям и институциям мы постоянно с ними сотрудничаем и знакомим с нашей деятельностью. Также были созданы 4 межфракционные депутатские группы в местных советах. Я благодарна Днепропетровску, Житомиру, Киевской области, городу Славянску, которые первые создали вот такие межфракционные группы, которые пропагандируют идеи «Женщин за мир». Есть такой у нас следующий раздел, это законодательная база миростроительства, мы здесь тоже никак не отстаем. Благодаря предложениям наших женщин в Конституционном суде Украины сегодня зарегистрировано 7 представлений о неправомерных решениях парламента. Наши женщины принимают постоянное участие в брифингах Верховного совета, где мы презентуем наши социальные законопроекты, где мы предупреждаем народных депутатов о том, что нужно пересмотреть те или иные реформы. Также более 5000 женщин приняли участие в социологическом опросе «Социальный барометр». Они смогли высказать свою точку зрения на происходящее событие в стране, а также дать конкретные предложения для законопроектов. Одним из пунктов наших женских инициатив – это социальная защита людей и повышение их социального благополучия. По предложениям участниц национальной платформы ЖЗМ и по нашей совместной работе с Институтом социальной защиты граждан, разработан и предоставлен Верховным Советом Украины женский пакет реформ, который включает в себя более 20 законопроектов, часть из которых сегодня уже получили поддержку в профильных комитетах. И мы ожидаем, что эти законопроекты наконец-то будут рассмотрены в парламенте, потому что очень многое из них касается детей нашего будущего поколения, детей зоны АТО, людей, которые пострадали в результате боевых действий. Также у нас следующий пункт – это роль женских движений и других гражданских ресурсов, а также международная деятельность, с которой мы очень тесно сотрудничаем на основании подписанных меморандумов с различными партнерскими общественными организациями. Мы ведем постоянный диалог с международными представителями и организациями. Наша деятельность была представлена в Йорке, в Великобритании на международном конгрессе врачей. Также участницы ЖЗМ приняли участие в работе Европейской парламентской ассамблеи «Евронест» «Восточное партнерство». Мы регулярно проводим встречи с представителями посольств и посольств дипломатических миссий. Но основная наша работа все-таки сегодня направлена на гуманитарную помощь. Наши взгляды направлены на Донбасс. И поэтому наши женщины, я и пользуюсь случаем, от всей души благодарю вас, потому что те большие дела, которые мы сегодня делаем для этих детей, для тех людей, которые там живут, весьма незаменимы. В рамках гуманитарных миссий «Женщины за мир» была оказана реальная помощь, конкретная помощь более чем 5,5 тысячам людям. Мы передавали гуманитарную помощь, когда обстреляли Авдеевку, и детям, которые уехали в Святогорск, эвакуировали, мы тоже им туда передали гуманитарную помощь. Мы организовали сбор помощи тем мирным городам, там, где взрывались боеприпасы, это Харьковская область, Луганская область, Винницкая область. Наши девочки откликнулись, буквально машинами отправляли туда помощь разного вида. Мы организовали сбор и доставку, и было очень приятно увидеть улыбку и тепло в глазах детей, выпускные платья на выпускные вечера. Нам женщины прислали и для деток из садиков красивые наряды, и деток было счастье и радость в глазах. И организовали сбор и доставку школьных форм, школьных принадлежностей и рюкзаков. У нас была акция «Собери ребенка в школу». И большое спасибо всем, кто откликнулся. Очень много детей из Марьинки, Красногоровки, Авдеевки, Золотого, Серой Зоны получили наши подарки. Мы растем и развиваемся. Сегодня у нас уже более 110 тысяч и более 55 представительств в различных регионах нашей страны. Я понимаю, что вместе мы сила, и сейчас, как никогда, понимаю, что мир в Украине, ее развитие в женских руках. Вот это был такой вот краткий-краткий обзор того, чего мы делали за полгода. Сегодня сейчас приступаем к нашей работе. Очень серьезная тема. Я хочу передать слово инициатору национальной платформы «Женщины за мир» – народному депутату Наталье Королевской. Милые и дорогие женщины, спасибо большое. Спасибо, что вы нашли время, силы, возможность сегодня встретиться здесь, в парламенте. Вопрос, который мы с вами запланировали обсудить, это проект бюджета на 2018 год. Почему это так важно? И у нас с вами есть два пути. Первый путь – это ничего не делать. Первый путь – это критиковать, протестовать, возмущаться, но никак не повлиять на процесс. И второй путь, который мы предложили сегодня, собравшись здесь, – это объединить все наши усилия и все наши возможности. Каждая из вас, в большинстве своем, это женщины-депутаты. Депутаты разных уровней. От местных советов до Верховной Рады. Каждый из нас наделили правом тысячи, десятки и сотни тысяч людей представлять их интересы, защищать сегодня их права. И сотни тысяч женщин делегировали сегодня вас представлять их интересы здесь, в парламенте, для того, чтобы разработать совместный, альтернативный бюджет и показать женский взгляд, как мы можем сделать Украину в 2018 году более успешной. У нас четвертый год идет война. В четвертый год мы видим бюджеты войны, когда сокращаются социальные пособия, сокращаются выплаты, урезаются все возможные помощи, людей лишают всех их заслуженных льгот. И мы понимаем, и все люди входили в это положение, что нужно потерпеть, нужно сжаться, нужно найти возможности, чтобы поднять обороноспособность нашей страны. И за четыре года мы видим, что да, обороноспособность у нас стала намного серьезнее. И что 2018 год, пятый год, это должен быть годом перехода от войны к миру. И мы должны увидеть проект бюджета, который принесет мир в страну и который позволит людям увидеть будущее, увидеть свет в конце туннеля, получить надежду, веру в то, что наконец-то мы стали на путь благополучия, что у нас есть шанс выйти из сложившейся ситуации. Потому что, к сожалению, за эти годы у многих людей произошло колоссальнейшее разочарование. И вы это сами прекрасно знаете. Мы видели сейчас фильм, мы знаем, что говорят люди. И вот наша сегодня главная миссия – это предложить ту альтернативу и наше видение, как сформировать правильный бюджет. В то время, когда денег мы знаем мало, мы понимаем, что экономика в стране в очень тяжелом положении, мы понимаем, что действительно ресурсов не хватает. И наша задача – найти баланс между человеческой безопасностью и обороноспособностью нашей страны. И мы, как каждая любая женщина, знают и хорошо понимают, как распределять свой домашний бюджет, как поделить свой кошелек. Я уверена, что все вы согласитесь. Но никогда мудрая женщина не купит себе сережки, если ребенок не накормленный. Никогда женщина не потратит деньги на какие-то свои нужды, даже на губную помаду, если она знает, что ребенка не во что обуть в зиму. Это наша психология, это наш менталитет, это наша человеческая женская сущность. Но когда мы изучаем проект бюджета на 2018 год, и я вижу в предложении правительства потратить деньги на ремонт Марининского дворца, либо потратить на программу выробництва дорогосиних каминьев, либо еще на что-то, то меня в первую очередь, как женщину, это крайне удивляет. Но в то время, когда люди в стране реально голодают, в то время, когда те мизерные пенсии, социальные пособия не дают возможности человеку выжить, правительство предлагает тратить деньги на какие-то не совсем понятные своевременные проекты, вот тут я считаю, мы этого не имеем права допустить. И поэтому тот проект, который изучали наши женщины, и то, что готовили альтернативы, и розданные у вас папки, он построен на том, чтобы существующие возможности и ресурсы распределить таким образом, чтобы убрать неэффективные статьи затрат, пересмотреть и показать реальные макропоказатели, и тот ресурс, который есть в нашей стране, в следующем году использовать с целью мира и благополучия. И вот в этом случае я очень-очень доверяю нашим женщинам, потому что они, как никто другой, знают, как правильно сегодня защитить детей, защитить мамочек, защитить наших пенсионеров. И я также уверена, что защитив сегодня детей, женщин и наших стариков, мы защитим Украину в будущем. Спасибо, что вы есть, и предлагаю начать наше обсуждение. Спасибо большое за напутствие, Наталья Игоревна. Я хочу передать слово для начала нашего мероприятия в контексте бюджета заместителю Всеукраинской правозащитной организации «Права народа», сопредседателю национальной платформы «Женщины за мир» и исполнительному директору Харьковского представительства национальной платформы «Женщины за мир». Ирина Хижняк, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Добрый день, все, кто слышит нас. Мы сегодня собрались по очень наболевшему и очень важному вопросу. Вопрос относительно перспективы принятия проекта закона Украины о бюджете в парламенте с таким символическим номером 7 тысяч. Так вот, этот проект закона уже внесен в парламент, как все мы знаем, в сроки. Но в то же время у нас уже происходят большие сложности с рассмотрением данного проекта. Я, как юрист, сообщу вам о том, что на настоящий момент уже нарушен регламент. Последним сроком рассмотрения в первом чтении проекта закона о бюджете было 20 октября. В повестку дня данный законопроект не был унесен. Сейчас самое ближайшее, когда можно о чем-то говорить, это будет 7 ноября, когда впервые снова соберутся наши депутаты в сессионном зале. И я вам честно скажу, у них очень большая проблема. Есть по этому поводу такой короткий анекдот. Для начала хочу его вам прочитать. Самая трудная задача, стоящая перед парламентариями, как извлечь деньги из налогоплательщиков, не трогая избирателей. Так вот, на настоящий момент мы сталкиваемся с той самой эпопеей, которая происходит вокруг нас. Это денег нет, но вы держитесь. И что мы видим в настоящем проекте? Вроде звучит он достаточно красиво. Из того, что презентовал премьер-министр Владимир Гройсман, мы читаем цифры. Значит, рост валового внутреннего продукта на 2018 год запланирован в размере 3%. Замедление инфляции до 7%. Поступления в сводный бюджет ожидаются, внимание, на уровне 1,118,8 миллиарда гривен, что на 14,9% больше, чем в 2017 году. И минимальная заработная плата, соответственно, 3700 гривен. Как сказали эксперты, данный проект бюджета выглядит как такой, который невыполним, как такой, который не согласован со всеми заинтересованными сторонами и сугубо категорически предвыборный. Из чего мы можем исходить? Если рассмотреть то, что происходит на настоящий момент с вот этим самым бюджетом, который планируется, тоже хотела бы прочитать одного одесского автора. Как говорится, афоризмом, ответить на афоризм. Страны, анализируя бюджет, статей, расходы, виды и структуру, я вам скажу стихами, как поэт. Всего обидней, вечно, за культуру. Так вот, я не стала, я с купюрами прочла. То есть, как говорится, не без купюр. Там был более такой серьезный оборот автора по поводу обидности за культуру. У нас с вами в проекте бюджета 900 миллионов гривен расходов на культуру, на образование 217,5 миллиардов гривен. Из них, не забываем, что основная масса – это те самые 25% повышения заработных плат. Вот интересно, за что будет подниматься средняя школа и почему будут сокращаться и предусмотрено сокращение еще на 20% стипендий для студентов. Кроме того, на здравоохранение кабинет министров выделяет 112,5 миллиарда гривен. При этом 13,5 миллиарда гривен предусмотрено уже на несуществующую национальную службу здравоохранения. Законодательство по этому поводу не дооформлено. То есть, как бы, у нас медицинская реформа озвучена, задекларирована. Но если бы народ знал, сколько законов не проголосовано еще, для того, чтобы она была рабочей. Что говорить уже о медицинском страховании на 2018 год, у меня есть на этот счет большие-большие сомнения. А, соответственно, как будет происходить реализация этой медицинской реформы с учетом даже предусмотренных денежных средств, мне непонятно. Деньги как бы предусматриваются, но как их расходовать и каким образом будет действовать несуществующая организация, непонятно. Далее. Очень позитивным является момент то, что на строительство и ремонт дорог выделено 44 миллиарда гривен. Это больше, чем в 2017 году. И, соответственно, если действительно их не растащат по коррупционным схемам, то у нас появится дополнительная занятость населения, которая будет все-таки выполнять работы по тем же строительству дорог и всего остального. И, естественно, Украина получит благо. Но прошу обратить ваше внимание. У нас на очень важный момент, это на региональное развитие предусмотрено всего 10 миллиардов гривен. Для сравнения, на администрацию президента предусмотрено более 2 миллиардов. 2,3 миллиарда гривен. На содержание кабинета министров 1,5 миллиард. На Верховную Раду 1,8 миллиардов. То есть у нас фактически получается ситуация достаточно сравнима с реалиями. Что нужно украинцу, простому человеку, и что на самом деле предусматривается. Кроме того, хочу сказать, что есть такой большой размер затрат бюджета, который предусматривается расходы на оборону. В размере 164,9 миллиарда гривен. Это очень важный момент. Украина, естественно, должна быть полностью обеспечена и находиться в безопасности в рамках своих границ. Это всем нам понятно. Но, ребят, если бы у нас не взрывалось столько боеприпасов на разных складах, то мы бы могли говорить о рациональном использовании выделенных средств. А при таких вот ситуациях, горестных для нашей страны, никаких бюджетов не хватит. Кроме того, я хочу обратить внимание еще вот на что. У нас возникает ситуация, когда мы говорим о росте ВВП. И очень важным моментом здесь является то, давайте посмотрим, кто автор данного проекта. Кабинет министров, который подавал в редакции проект закона и на 2017 год. Соответственно, если Кабинет министров подал проект бюджета на 2017 год, давайте посмотрим, как он выполнялся. И подумаем, а будет ли то, что предложено, возможно, выполнено. Почему эксперты говорят, не выполним? Так вот, очень просто. Заложен рост ВВП на 3% был в 2017 году. А реально и инфляции 8%. По итогу ВВП вырос в 2017 году на 1-1,5%. Разницу чувствуем в два раза. Далее. А инфляция достигла 14-15% вместо заложенных 8%. В настоящий момент, если мы видим то, что предлагается те же самые 3% роста ВВП с понижением инфляции до 7%, то я вам честно могу сказать, что фактически произойдет то, что у нас будет повторяться картина. Только с ухудшением ситуации инфляция составит не менее 12-24%. Почему об этом стоит говорить? Да потому что у нас расчет на ситуацию, когда закладываются определенные гарантии. То есть, если президент Украины абсолютно правильно сказал о том, что Украина заинтересована в инвестициях, и Владимир Гройсман говорит о том, что инвестиционная составляющая в бюджете будет достаточно большой, то я хочу всех немножечко расстроить. По данным, которые существуют на настоящий момент по инвестиционным событиям, мы с вами находимся на 4-5 месте, ниже уровня инвестиционной заинтересованности. Это международные организации говорят. Соответственно, есть расчет на то, что будут заимствованы средства из внешних источников, то есть мы говорим о кредитовании. МВФ, да? Вот рассчитывают, министр финансов заявил о том, что рассчитываем на 2 миллиарда. Но есть вопросы, будут ли суммы эти выделены. Почему? Потому что, ребят, не забываем о том, что существует еще неразрешенное условие МВФ, это земельная реформа. Рынок земли сейчас, это будет злободневным и очень твердым краеугольным вопросом в Верховной Раде. Я думаю, что вопрос с выделением нового кредита... Я прошу прощения, Ирина. Заканчивая свое выступление, я с уважением отношусь к коллегам, я хочу одно сказать, что у нас всегда стоит вопрос о том, каким образом принять бюджет. Это одно, то есть традиционно все внимание к бюджету привлечено на стадии его принятия, а как его потом выполняют? Вопрос десятый. И заканчивая свое выступление, я хочу рассказать семейный анекдот. То есть, иллюстрируя эту ситуацию. Муж обращается к своей жене. Рыбка моя, а ну-ка скажи, куда ты потратила всю мою зарплату? Жена, дорогой, о рыбке не умеют разговаривать. Вот чтобы не было такого у нас, когда народ спросит у правительства, куда ты потратил наш бюджет. Спасибо. Спасибо, Ирина. Микрофончик выключите, пожалуйста. Я хочу передать слово Ирине Ковалеш. Это депутата детского областного совета, соучредитель национальной платформы «Женщины за мир». И Ирина о местных бюджетах обещала нам немного рассказать. Здравствуйте всем. Извините, немножко опоздала, но понимаю, что в самую гущую дискуссии успела. Ну, ни для кого не секрет, мы сегодня собрались обсуждать и пытаться изменить проект госбюджета на 2018 год. Ни для кого не секрет, что Украине власть снова угрожает бюджетом в стиле милитари. У нас оборона, силовой блок, у нас полиция, несменный аппарат управленцев, не всегда далеко талантливые. Это основные бюджетные поглотители наших с вами налоговых отчислений. Бабушкам, к сожалению, детям-инвалидам, мамам-одиноким, семям-переселенцам, а также людям, которые нуждаются в срочном-срочном лечении. К сожалению, в проекте госбюджета на 2018 год, увы, не нашлось места. Место. Макроэкономические показатели не соответствуют экспертным расчетам. Уже предыдущий спикер об этом подробно остановилась. Ну, прогнозные ВВП в 5% – это из разряда фантастики. Уровень инфляции на уровне 7% – это тоже похоже больше на сказки «Братьев Гримм». По госбюджету 2018 года самое удивительное и даже неприятное, что дяди и тети из Кабмина, в чьих личных декларациях без слез и возмущений не заклянешь, они нам предлагают и считают, что прожить по самому скромному минимуму в Украине в 2018 году можно будет на 1700 гривень. Ситуация у нас в Украине сегодня до боли напоминает, конечно же, киноматрицу. Есть, увы, ужасающая реальность, где живут простые украинцы, есть виртуальная реальность, где живут богатые замужние люди, которые мают замужливесть, сегодня навязываются до эки реформы. Что предлагается на примере Одесской области, моей родной, где являюсь депутатом областного совета, на уровне бюджетных прогнозов и финансирований? Есть у Одессы приятная новость. Кабмин решил, что с 2018 года Одесская область будет впервые за последние несколько лет областью-донором, а это значит, что 244 миллиона Одесская область поделится с другими регионами, которые не могут продемонстрировать такие хорошие, успешные показатели, как Одесская область. Но взамен Кабмин, как и многие другие регионы, решил Одессину наградить такими богатствами, как и у всех, это субсидии, это ПТУ плюс колледжи и прочие-прочие расходы, которые в среднем по предварительным нашим подсчетам для Одесской области где-то порядка минимум 1 миллиарда гривен дополнительно лягут на местные советы, в том числе и областной по Одесской области. По деталям. Кроме того, что 1 января 2018 года наша область, как и, наверное, коллеги из других регионов поделятся, встретятся с колоссальными долгами. У нас не закрыты по Одесской области 100 миллионов долга по зарплатам перед медицинскими работниками. Порядка 900 миллионов уже на сегодняшний день до конца года не хватает, чтобы покрыть 100% субсидии жителям Одесской области. С 1 января нам добавятся еще такие расходы, как ПТУ, но это по предыдущим годам эпопея нагрузка порядка 500 миллионов. 260 миллионов будет нам стоить, 24 колледжа и техникумы, которые ранее по вертикали вузовской располагаются у нас на территории Одесской области и которые забиты в госбюджете как делегированные новые полномочия. При этом власть и не собирается в проекте госбюджета выполнять уже, наверное, такой архаизм, как компенсация льготного проезда для льготных категорий. Никому не надо передвигаться, никому не надо решать свои проблемы в районах. Видимо, так думает дядя и тетя в Кабмине. Ну, непонятно, еще раз повторюсь, о какой реформе, о каких реформах на 2018 год с учетом проекта госбюджета думают в Кабмине, когда, еще раз повторюсь, есть долги по зарплате перед медиками, когда пятый год подряд не меняется сумма, мне больше близка просто медицинская тема, не меняются суммы на медикаменты для скорой помощи. Для Одесской области, я думаю, что в других регионах плюс-минус такие же суммы, на медикаменты порядка 8 миллионов гривен выделяется для, ну, предполагается субвенция для Одесской области. Это, в хорошем смысле слова, хватает, ну, в лучшем случае на один месяц нормальной стабильной работы служб экстренной помощи, ну, никак не на 12 месяцев. Без изменений пятый год и сумма субвенции, это порядка 1 миллион, миллион 100, миллион 200 на протяжении последних трех лет, это ингаляционная анестезия. Та анестезия, которая в 2010 году для Одесской области составляла 10 миллионов, была в 10 раз больше этой суммы, слава богу, более не менее хватало только на ургентный случай, не говоря о каких-то плановых операционных вмешательствах. То есть мы говорим о каких-то, власть заявляет о каких-то шагах, абсолютно, естественно, не подкрепляя это никаким финансовым ресурсом, а наоборот, пытаясь как можно больше урвать и забрать от регионов, не додать, не доплатить. Я уже не хочу детально останавливаться и об этих мифических 60% НДФЛ для объединенных громад, которые точно они в 2018 году не получат, как бы не спешила власть провести выборы, вот октябрьские и декабрьские по громадам. Что еще хочется сказать? Ну, опять-таки, для любого региона это известно, это полная, также, перекидка ветмедицины на места, это порядка 100 миллионов гривен для Одесской области на 2018 год. Опять-таки, неизвестно, откуда их брать и где их находить, хотя, еще раз повторюсь, в Одесской области в этом отношении чуть легче. В 2017 году на бумагах бюджет нашего региона был, конечно, хороший и является красивым, но 3 миллиарда нам докинулось сугубо за счет таможенного эксперимента. К сожалению, далеко не все... Ириночка, 20 секунд. ...не могут этим похвастать. Я считаю, что доходная часть, додаток госбюджета, однозначно должен быть пополнен таким видом налога, как примусовые внески с декларацией членов родин наших заможних чиновников, начи, конечно, с гарантии Конституции в особи президента и так далее, ну, судячи с декларацией, в них все добре. И, по-друге, касательно вообще всех реформирований, хочется завершить такое мини-выступление эмоциональное. Очень люблю советскую поэзию шестидесятников Евгений Доматовский. У него есть прекрасное стихотворение и финишные четверостишья, что жаль, что кодекс нас нечетен, неточен, отсутствует статья одна, что все достойные пощечин должны их получать сполна. Я думаю, что такие слова должны быть просто вытатированы на лбу каждого чиновника, кто экспериментирует с народом. Спасибо. Спасибо, Ирина, спасибо большое. Я хочу сейчас передать слово одному из немногих присутствующих здесь и нами приглашаемых народных депутатов Украины, Татьяне Бахтеева. Спасибо огромное. Дорогие женщины, уважаемые коллеги, присутствующие сегодня депутаты, местных советов всех уровней, я тоже искренне вспоминаю, смотря на вас, что я была депутатом горсовета, облсовета и вот уже несколько раз народный депутат Украины. И, конечно же, искренне скажу, что самое высокое доверие это было тогда, когда я была депутатом от избирателей народа, депутатом городского и областного совета. Вы живете там, вы встречаетесь вместе, вы работаете на одних предприятиях, а здесь политика, она оторвана от людей. Политики, которых сегодня даже не 450, по многим причинам еще не дошли, и из округов и так далее, они в полном списке работают, восьмой СОЗОВ, они абсолютно не знают те проблемы, с которыми сегодня живет просто обычный украинский человек и обычная украинская семья. Поэтому очень искренне благодарна за то, что мы вместе, за то, что вы приехали, за то, что вы активно участвуете в очень важных, очень важных вопросах, которые есть сегодня на повестке дня. Прежде всего, это бюджет. Да, действительно, коллега сказала, что есть цифра 7 тысяч, с одной стороны 7, так говорят, счастливая, но вот три нуля, они действительно соответствуют тому, что он такой будет, конечно же, принят, потому что Верховная Рада принимает законы, несмотря на то, что правильные они, неправильные, как они подготовлены, с нарушением законодательства, с отсутствием очень многих народных депутатов, путем кнопкодавства, путем ручного режима и так далее. Эти нули, прежде всего, касаются общей картины, которую тоже вы сказали. Ведь доходная и расходная часть бюджета на 2018 год, она один в один соответствует одним цифрам. 71 триллион гривен, миллиардов гривен и 71. Но и что дальше? Идет дефицит бюджета почти на 80 миллиардов гривен. Где будет брать сегодня это государство? Только из кармана каждого украинца. Будет брать путем опять роста НДС, опять путем налогов повышения и каких-то несуществующих 150 миллионов гривен, как будто бы будет какая-то конфискация. Откуда кто может знать, будет ли эта конфискация, будут ли найдены? То есть это уже профанация, это уже хаос, это уже не бюджет. Это просто смешно, то, что сегодня делает это безграмотная абсолютно власть, которая сегодня сидит и держится за свои кресла. Правильно вы сегодня сказали, что почему повышается так, на миллиарды гривен повышается бюджет на оборону? Да, потому что идет война, потому что есть выгода. Почему повышается финансирование правоохранительных органов? Потому что они закладывают, им так надо. А почему не повышается здравоохранение? Почему не повышается просвещение? Почему не повышается средняя заработная плата? Минимальный прожиточный уровень, который будет составлять 50 долларов. Рекомендации ООН есть, которые можно легко и просто читать, и смотреть, и пользоваться этому правительству. Если они умеют читать только, это тоже сегодня под вопросом. Умеют или нет? Закончили они институты или нет? Имеют ли они сегодня высшее образование или нет? Это тоже стоит большой вопрос. О том, что рекомендации, что самый прожиточный уровень для каждого человека на планете должен составлять не менее 500 долларов, а у нас 50 долларов. Средняя зарплата учителя сколько? 110 долларов. Врача сколько? 100-120 долларов. И дальше, о чем мы сегодня говорим? Огромный поток высокопрофессиональных, квалифицированных кадров. Это мои коллеги, это медики, которые сегодня, к сожалению, не имеют своего жилья, потому что идет страшная война до Донбасса. Они уехали в Польшу, они уехали в Германию, они уехали в Россию, в Белоруссию, прекрасно получая зарплату, такую же, как получают в этих европейских странах. А нас чем накормили? Безвизовым проездом. И кто им пользуется? Единицы, и больше никто. Средняя зарплата врача в Европе составляет от 3 до 7, в зависимости от страны, тысяч евро. Конечно же, они идут туда, конечно же, они там востребованы. Сейчас Польша преднамеренно приглашает медиков, приезжайте к нам работать, получите жилье, получите высокоплачиваемую заработную плату и все условия для работы. Реформы, которые были приняты с нарушением законодательства и Украины, и Европейской хартии, законное об образовании, над которым сегодня смеются все, над которым сегодня просто в конфликтную ситуацию стали 7 стран Европы против Украины. Заберите этот закон. Это конфликтный закон, который только приводит к ухудшению ситуации. Нет, все равно нажали, потому что так решили или так сказали. Закон о здравоохранении. 63-27. Я говорила, говорю и буду говорить. Кто проголосовал, 240 народных депутатов и тоже путем кнопкодавства. Я лично видела 5 человек и всегда могу ответить открыто. Кто работал на нескольких кнопках и голосовал. Еле-еле душа в теле, 240 народных депутатов приняли. Это закон, который приведет к геноциду украинского народа. Будут закрыты больницы, будут уничтожены наши врачи. Уровень только первичной медицины. Это что может сделать семейный врач? Я тоже им работала. В Есиноватой, в далекой от города Донецка поселке. Там кроме фонэндоскопа и направления ничего нет. А дальше весь второй и третий уровень предоставления медицинской помощи будет платный. Из какого кармана? Из кармана налогоплательщиков, у которого уже пусто. Он все уже отдал на войну. Дорогие женщины, дальше говорить можно и очень бы хотелось. Потому что та искренность, та теплота души и сердца, которую есть, я чувствую, излучаемые мести, они нас объединяют. Мы сегодня должны немедленно потребовать, сделать резолюцию. Я очень прошу к этой власти, к президенту, к премьеру, к всему уряду, к Верховной Раде о том, что женщины, национальная платформа, женщины за мир немедленно требуют прекратить ненужную войну в Украине. Более 20 тысяч погибших, более 2,5 миллиона сегодня есть беженцы, тоже по всем странам СНГ, по Европе, в Израиле, в Америке. Уже по всему нету уже, наверное, просто карты, куда бы нельзя было ставить точки, где сегодня проживают украинцы. Потому что они бегут отсюда. Что же дальше? Мы в мире стоим на четвертом месте, действительно, на положительном четвертом месте по уровню количества на душу населения с высшим образованием. И все они расходятся, и все они убегают. Потребовать нашу резолюцию, немедленно прекратить ненужную, кровопролитную войну, нужно восстанавливать экономику, нужно обязательно прислушаться к тому, что говорят женщины всех уровней. Искренне желаю вам крепкого здоровья и обязательно мера, чтобы будущее у наших детей, у наших внуков было в нашей прекрасной Украине. Спасибо. Спасибо большое, Татьяна Дмитриевна. Я точно знаю, что мы сегодня примем резолюцию и обязательно в очередной раз в нашем документе будет звучать прекращение войны и восстановление мира в нашей стране. И продолжить вашу тему о здравоохранении, о реформе здравоохранения, о бюджетировании здравоохранения. Я предлагаю Юлии Ковалевской, народный депутат Украины 5-6 созывов, председатель правления Международной общественной организации «Триумвират», депутат Запорожского областного совета, сопредседатель национальной платформы «Женщины за мир». Благодарю вас. Добрый день, дорогие женщины, уважаемые подруги, дорогие коллеги. Я в Запорожском областном совете являюсь заместителем председателя профильной комиссии по здравоохранению и хотела бы сказать свое личное мнение и, наверное, мнение людей с мест о том, что медицинская реформа, которая недавно была одобрена Верховной Радой, является геноцидной, является антиконституционной, прежде всего нарушающей статью 49 Конституции Украины и несколько других статей, и она должна быть отменена. По факту это введение платного обслуживания, платного лечения в больницах, построенных в эпоху бесплатной медицины. Я считаю, и все мы, наверное, считаем, что это недопустимо. И аморально на сегодня государству брать деньги за лечение с тех, кто создал в свое время бесплатную и доступную медицину. В стране Украина более 60% населения, которое являются бедные люди, а самые бедные – это пенсионеры, вводить платную медицину – это преступно. Если говорить очень коротко, не повторяясь за коллегами, о цифрах, то в проекте бюджета на 2018 год есть риски существенного ухудшения качества и доступности здравоохранения для граждан. Финансирование здравоохранения по-прежнему не дотягивает до минимально необходимых 5% ВВП, как это рекомендовано Всемирной Организацией Здравоохранения. Удельный вес оплаты здравоохранения в ВВП составит 3,5%. В плане на 2017 году было 3,8%, но он не выполнен. Для сравнения, в 2013 году только медицина финансировалась 4,2% от ВВП. Правительство постоянно говорит о реформе медицины, но нет министра профильного, до сих пор не назначен, но нет стратегии реформирования. Никто на сегодня не понимает, куда мы идем. И при таком уровне финансирования никакие продуктивные, даже самые лучшие реформы и повышение доступности медицинской помощи в принципе невозможны. Все изменения в системе будут направлены исключительно на снижение бюджетных расходов и на вытягивание средств из карманов пациентов, которые уже фактически один раз заплатили за финансирование медицины путем уплаты налогов. Несмотря на общее увеличение средств на 2018 год, сокращается финансирование по ряду государственных важнейших программ, например, по программе реабилитации детей с ДЦП, минус 5 миллионов гривен. Несмотря на провозглашенный курс на укрепление сельской медицины, уменьшается ее финансирование. Субвенция местным бюджетом на эти цели урезана, вдумайтесь, на 75%, минус 3 миллиарда гривен. Уже третий год не увеличивается объем субвенций для местных бюджетов на медикаменты для скорой помощи, а это предусматривается 138 миллионов гривен на 2018 год и на некоторые медикаменты. Вообще исчезли из бюджета несколько бюджетных медицинских программ на подготовку медицинских и фармацевтических кадров в учебных заведениях первого и второго уровня аккредитации. У нас на сегодня передаются средние заведения на места на утрымание местных бюджетов, которые, вы знаете, находятся в полупустом состоянии. Так, в шести областях на сегодня передаются на утрымание местных бюджетов семь медицинских колледжей. Мы можем представить, какая участь их постигнет. В следующем году не будут финансироваться такие программы, как повышение качества лучевой терапии при лечении онкобольных, минус 3,36 миллионов гривен, введение медицинской информационной системы в Национальном институте рака минус почти 21 миллион гривен и так далее. При этом расходы на содержание аппарата Министерства здравоохранения возрастают на 40%, хотя качество работы крайне низкое. Это и срыв госзакупок лекарств, это неудовлетворительная работа по освоению денег и создании реестра пациентов, это и принятие необоснованных решений, например, коечный фонд нормативный. Принимается бюджетное финансирование под еще не принятые законы и под еще не существующую организацию, которая не создана, Национальная служба здоровья Украины, новый бюджетный такой исполнительный орган, аккумулирующий около 100 миллиардов гривен, которые распределяться будут в ручном режиме. И каждый главврач будет вынужден напрямую приезжать в Киев, в эту Национальную службу здоровья Украины, для того, чтобы отстаивать финансирование своей больницы. Де юры, попрошайничать, да, и это огромный коррупционный риск создается, это вообще нонсенс, понимаете. По программе доступные лекарства, как и в этом году, будет недофинансирование. Ну а по закупкам лекарств за 2017 год, вы знаете, не закуплено по состоянию на сегодня практически ничего. И вот мы на комиссии рассматривали в Запорожье, только-только начали получать лекарства, закупленные за средства 2016 года. В целом хочется сказать, что для радикального изменения системы финансирования медицины нет базовых условий, созданием которых власть не занимается. Финансирование медицины продолжает уменьшаться по остаточному принципу. Врачи получают зарплаты с мизерными окладами на уровне младшего медперсонала. Уравниловка. И хочу закончить примером Токмака, малого города депрессивного, который единственный в Украине официально имеет статус депрессивного города. Казалось бы, он должен поддерживаться на сегодня правительством, но нет. Правительство искусственно стимулирует региональную власть проводить сокращение персонала и медсети, как я уже сказала, в нарушении Конституции. Таким образом, центральная районная больница города Токмака – одно из немногих средств легального трудоустройства в городе. На сегодня 600 человек медицинского персонала. Под сокращение с такой замечательной реформой попадает 304 человека. Это более 50% работников этой больницы. И на сегодня нехватка людям на зарплату составляет и на выплату выходных пособий по увольнению, сокращению и так далее почти 6,8 миллиона гривен. Естественно, в бюджете депрессивного Токмака таких денег нет. А на следующий год денег закладывается еще меньше. С такими реформами мы придем к вымиранию нашего населения, к падению качества жизни. Мы получим бедную, больную нацию неработающих людей. Я считаю, что и все мы, мне кажется, в резолюции должны потребовать прекратить реформирование вот по такому принципу, прекратить бездумные эксперименты над населением, над медицинскими работниками. И мы настаиваем на незамедлительном решении вопроса с министром здравоохранения, с нормальной разработанной стратегией реформирования медицины и с принятием грамотной, как во всем мире, концепции страховой медицины. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Юлия. Я еще раз хочу сказать, что у нас будет резолюция, у нас есть проект, он есть у всех в папках. Все предложения, дополнения к резолюции мы будем, естественно, учитывать. Я хочу передать слово еще одному народному депутату Украины, который сегодня присутствует на нашем мероприятии, и поблагодарить, что откликнулись и нашли возможность перейти. Левочкина и Юлия Владимировна, пожалуйста. Спасибо огромное за предоставленное слово. Спасибо огромное за приглашение. Я, честно скажу, я первый раз на таком собрании, участвовала в национальной платформе, и не собиралась выступать, но хотела больше послушать. Послушав своих коллег, депутатов разных уровней, не удержалась и буквально сделала несколько комментариев. Прежде всего, хочу представиться. Я народный депутат, и я депутат уже в трех каденциях. Согласно с Татьяной Дмитриевной, что ты лучше всего чувствуешь, когда тебя избирают прямо. Во второй каденции я была депутатом Феодосия, Кировский-Ленинский район, депутатом-рожитарщиком по Крыму. Хорошо понимаю вот эту связь, которую надо поддерживать с местными советами, и я рада, что у меня представилась сегодня такая возможность. Я занимаюсь, немногочисленным отношусь к депутатам, которые занимаются внешнеполитической деятельностью. И вот с дня один моя работа в парламенте состояла и состоит до сих пор в том, чтобы убедить всех наших партнеров на всех международных площадках о том, что Украине нужен мир. Если вы помните, горячие головы с самого начала кричали, что мы победим в этой войне, что наши войска будут маршировать победным маршем в Севастополе и так далее, и так далее. И вот я была той единственной дамой, скажем так, на этих международных площадках, которая говорила, что ничего этого не произойдет, мы должны мирно жить со своими соседями, с соседями на Востоке. Теперь вот как благодаря закону об образовании наша власть умудрилась поссориться и с соседями на Западе, и теперь звучат обвинения и в их сторону, что значит они претендуют на нашу территорию и так далее. Мир – это номер один. Я хочу прокомментировать, а как наши европейские партнеры на всех встречах, где я их вижу, смотрят на нашу ситуацию, и это вернуть в тему нашего сегодняшнего встречи, значит бюджет. Действительно, это бюджет войны, и не первый бюджет войны. Мы тратим все наши силы, наши ресурсы, собираем все это с граждан и тратим на войну. Но в этом есть очень интересный такой поворот. У нас не просто взрываются склады. Мы воруем на войне. Во все времена, ну скажем так, коррупция в Украине была, но сейчас это кощунство. Кощунство, потому что это коррупция на войне. Зарабатывать на войне и на гибели людей – это огромный грех, это огромное кощунство. Но мы воруем не только собственные средства. На всех международных встречах, последний раз могу вам привести пример, мы встречались с генералом, который руководит всеми войсками НАТО в Европе. И вот этот уважаемый американский гражданин говорит, дорогие мои, вы получаете огромную помощь, но вы собственные ресурсы, собственные танки продаете за рубеж. Куда поступают деньги, неизвестно. Мы вам передали такие-то и такие-то средства, в том числе там была перевозная больница, случай вопиющий. Она не использована по назначению, она растащена куда-то. Японские коллеги здесь, на встрече в этом зале, говорят о том, что мы же вам передаем помощь, вы между тремя министерствами ее поучить не можете. Пинают с Министерства иностранных дел, на Министерство соцполитики, на Министерство обороны, и они ее просто принять не могут, между собой теряются. А мы продолжаем высасывать, выкачивать ресурсы из наших граждан. Вопросы по коррупции в обороне задает американское посольство, задает английское посольство, французское посольство и все наши коллеги. Я вам могу, наши иностранные партнеры, я могу вам сообщить с абсолютной достоверностью, что надоело, устали. Второй момент. Что я могу сказать? Я с первого момента, где-то в следующие полгода поняла, что власть не хочет мира. Власти выгодна, это война. Потому что, с одной стороны, можно объяснить провалы во внутренней политике, с другой стороны, стоять с протянутой рукой, получать какие-то денежки от иностранных партнеров и зарабатывать. Я была одна из первых, кто сказал об этом публично. Поучила, вплоть до преследования собирались уголовные дела за гусь измену открыть. Я извиняюсь, наверное, немножко не в формате, но я без политических этих врю о наболевшем. Сейчас наши иностранные партнеры уже хорошо себе отдают отчет в том, что не все силы в Украине, скажем так, голуби. Есть и ястребы, которые войны хотят. И очень важно, чтобы мы были вместе, мы были крепче, мы звучали как один голос и продолжали доносить это как внутри Украины, так и вовне всем нашим коллегам о том, что власть не хочет войны, и мы должны заставить, власть не хочет мира, и мы должны заставить эту власть прекратить войну и сделать все необходимое для того, чтобы эта война была прекращена. Многие это понимают уже, наших иностранных партнеров, многие мои коллеги, депутаты, которые занимаются деятельностью внешнеполитической, говорят, а давайте вот тут границу просто проведем. Ну, тоже, наверное, решение, да? Тоже, наверное, решение. Но для нас с вами такое решение не приемлено. Второй момент по бюджету, я, наверное, не знаю, перебираю время, я постараюсь очень коротко. Второй момент по бюджету. Вот что мы делаем? Мы постоянно занимаем деньги. Мы постоянно занимаем деньги. Ну, представьте себе, вы там, семья, занимаете деньги у соседей. Они вам говорят уже, эти соседи, вы себе свет не включаете там, значит, после семи вечера, колбаску прекратите есть, и там еще что-то. Вы же нам должны вернуть. Вот именно так это сейчас и происходит. Мы продолжаем занимать деньги, а нам продолжают рассказывать, как мы должны урезать наш бюджет для того, чтобы эти деньги вернуть. В каком-то этапе, так, извините, можно и квартиру соседям продать, да? И вот мы туда и едем, значит, с этой земельной реформой, судя по всему, да? Вот. Ну, надо, значит, как-то подумать, может быть, перестать, где найти эти дополнительные доходы? Наверное, надо перестать меньше, перестать красть, да? Как бы меньше, значит, складов взрывать, оправдывая какие-то там поставки. Вот. Наверное, надо перестать так занимать. И перестать, тратить на то, на что тратить не следует, а именно на войну. И перенаправить эти средства на рост экономики. Потому что если мы не будем создавать рабочие места, мы не будем зарабатывать. А если мы не будем зарабатывать, мы не рассчитаемся с нашими долгами. И, девчата, вот я могу сказать так. Я в этих делегациях, я все время одна с этой позицией мира, и, ну, очень тяжело. Мы, конечно, все подельности здесь в Раде, ну, прутики крепкие, да? Вот, прутики крепкие, но все равно, если мы вместе, если нас больше, если мы едины, если наш голос очень сильный и крепкий, и мы связанка, да, и ее сломать будет невозможно. Нас услышат, и я уверена, что в конце концов мы победим. Потому что наше дело правое. Мы за мир, за семью, за будущее наших детей. Спасибо огромное. Извините. Спасибо большое, Юлия Владимировна. Нас действительно много. Начинали с 12 человек. Сегодня 110 тысяч и более. Поэтому нас действительно много, и мы в одной связке. Я хочу с большим удовольствием передать слово заведующей кафедрой уголовного права Днепропетровского национального университета, доктор юридических наук, профессору, нашему дорогому сопредседателю национальной платформы «Женщины за мир» Татьяне Всеволодне Корняковой. Днепропетровский национальный платформы «Женщины за мир». Что принесла нам реформа освіти? Повністю ликвидовано институт бюджетного финансирования и безкоштовного обучения детей. Дети уже не отримують стипендію. Уявіть, якщо тільки 30% бюджетних місць, з них лише 15% отримують стипендію. А де брати гроші? В середньому студент плати близько 20 тисяч гривень. Діти задають питання, а куди йдуть наші ці гроші? Сьогодні всі вузи держави знаходяться без опалення. Замість всього, що пропонуються дітям, які все ж таки закінчили наші вузи, поїздку за кордон. Ким? Вони поїхали на робочі місця, стоять по 12-14 годин на фабриках, на підприємствах, проживають в бараках, отримують за це в два рази менше, ніж їх колеги. Хіба ми про це не знаємо? Знаємо. Вони хочуть повернутися додому, хочуть, але ця реформа повністю ліквідувала інститут державних замовлень. І навіть не передбачені якісь зустрічі з роботодавцем. Діти не мають роботи, вони не мають майбутнього в цій державі. Ця реформа повністю ліквідувала інститут бувшого ПТУ, де навчалися, як правило, діти-сіроти, діти з малозабезпечених сімей. В нашій державі вже не потрібні електрозвалювальники і різні робочі професії. Чого? Того, що не планується розвиток промисловості. Навпаки, ідеї скорочування. Сьогодні на заводі «Арсенал», на «Южмаші» працюють фахівці, яким по 75 років. Я знаю, там працюють мої родичі. Вони задоволення би передали. Але немає, уїжджає ця молодь. Повністю ця реформа скасувала позашкільну освіту. Куди діться дітям? Батьки яких не можуть проплатити футболи, теніси, плаватільні басейни, іноземну мову. А таких більшість. Вони ходять по под'їздах, вони тиняються по вулицях. Що вони скоюють? Вони скоюють поки що правопорушення, а деякі вже стають на шлях злочинів. Хіба це не занедбаність повна в державі? А що ж робити? По-перше, треба зробити публічне обговорення, як це передбачено Конституцією України, цієї реформи. До цього обговорення необхідно залучити фахівців всіх рівнів, звичайних людей, нас з вами, батьків, і почути, що ж ми говоримо. Треба ліквідувати корупційну складову, про яку сьогодні ми всі тут говоримо. Бо дійсно виникає питання, а куди ж йдуть ці гроші? Ну, заробітна плата в університеті 3-5 тисяч гривень, це професор такий отримує заробітні плати. Я вже не кажу про молодих викладачів, стіпендій немає, але ж всі платять. А де ці гроші акумулюються? Хто їх сьогодні і як розподіляє? От 217 мільярдів, яке закладено в бюджет, багато це чи мало? От Наталія Юрійовна дуже правильно сказала, все залежить від того, як мама нагодує свою родину. Вона з маленької зарплати може всіх нагодувати. Але з того, що ми бачимо, і те, що Ретформа нам приподнесла, ми бачимо, що ніяка мама, тобто держава, не збирається годувати, не збирається опікуватись. Що нам треба сьогодні зробити? Нам треба сьогодні піднятися і цю реформу переговорити, обсудити і переголосувати її в парламенті. Часу мало, я дуже всіх дякую. Я хочу передати слово заслуженому журналисту України і експерту соціальних та телевизіонних программ, общественному деятелю і супредседателю національної платформы «Женщини» Замир Марії Никинахуя. Добрый день. Як приємно в одному зале видіти одних женщин. Ізвиніть, пожалуйста, один товариш-мужчина. Вот це вот счастье. Я все время думаю, я добьюсь когда-нибудь депутата, скажіть, щоб ми так встречались. І все-таки хочеться в продолжении Татьяны Дмитриевны, Юли. Вот я по вашому вопросу, потому как бюджет – це наша финансовая конституція, она должна концентрировать наши финансовые ресурсы на приоритетних направлениях. Учитывая то, що я займаюся соціальними программами, являюсь експертом на нескольких телевизионних каналах і 19 лет займаюся детскими проектами і программами, мене волнує одна із важнейших проблем, она, которая угрожає нашому будущому – це крайне сложна демографічна ситуація. Вот я посмотрела, в соответствии с даними государственной статистики України с начала года, на 1.09.2017 года, физическая численность українців сократилась на 139,6 тисячі человек. На 61 новорожденного в течение этого периода в среднем приходится 100 смертей. Ну, тому же вообще, это один из худших показателей в Европе. И вообще специалисты называют это уже, это называется депопуляция народа Украины. И, конечно, поэтому необходимо в рамках бюджетных и социально-экономической политики на 2018 год предусмотреть, это вы все знаете, максимально возможные финансовые ресурсы для поддержки материнства и детства, снижению смертности, в том числе детской, вакцинации, наличию необходимых лекарственных препаратов, особенно с учетом низкой платежеспособности населения. Вот я ежедневно, ежедневно в Фейсбуке, в Инстаграме занимаюсь сбором средств для больных детей. Каждый день мы публикуем счет мамы, показываем этого ребенка и собираем. Ну, проводим флешмобы. Вот, Татьяна Дмитриевна, расскажите, Украина платит взнос во Всемирную организацию здравоохранения? Платит, да? Вот, видимо, наверное, недостаточно, потому что, когда мы находим клинику, которая принимает ребенка, и мы уже договариваемся, мы вообще не можем взять даже документ, который подтвердит, что потом Украина этот кусочек этому ребенку, который мы не дособирали, доплатит. Ну, почему? Почему наша страна единственная не подключена к Всемирному вот этому банку костного мозга, чтобы этих детей, это такая мизер больных этих детей, но женщины боятся рожать, они все время думают, а вдруг с моим ребенком что-то случится, и где я возьму средства на его лечение. Ну, вот, собираем, собираем, но хотелось бы, чтобы это было в каком-то все-таки государственном масштабе. Я думаю, что это, наверное, надо учесть. Это, безусловно, должны быть целевые бюджетные государственные программы с жестким контролем этих программ, в том числе общественными организациями, ну, хотя бы такими, как наша национальная платформа «Женщины за мир», чтобы это была адресная, эффективная программа, чтобы была не допущена коррупция, коррупция в целевых использованиях бюджетных средств. Вот меня этот вопрос очень-очень волнует, и я надеюсь, что мы все женщины примем резолюцию, и это будет учтено, что женщины не будут бояться рожать, мы будем лечить больных детей, которые, к сожалению, уже есть, и поэтому повысим, надеюсь, население страны, иначе мы упадем до такого низкого уровня. И то, что и уезжают, и люди уезжают рожать за границу, это страшно. Спасибо большое. Спасибо, Марина Владимировна. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, Марина Владимировна. Мы долгое время чули, чули про подвищение пенсии. И что мы имеем на сегодня? Мы имеем те же самые низерные пенсии, потому что подвищаются тарифы, подвищаются цены, подвищаются цены на проживание, на харчование, на леки. Мы должны защитить наших родителей. Они должны жить, должны достойно отрабатывать пенсию, а не такую, как на сегодняшний день. Реформы должны быть, безусловно, и мы это знаем, но реформы продуманы, разумны, направлены на полепшение жизни. Самое главное, на полепшение жизни. А что мы видим сегодня? Мы имеем сегодня исновение, выживание. Вы знаете, я не знаю, как бы прожила моя мама на пенсию 1500 гривен, как бы не мы, дети, которые ей помогаем. И также, мабуть, каждый из вас. Каждый из вас так же. И мы должны приказать все усилия и сделать все для того, чтобы в нашей стране был мир, слагода, достаток. Мы должны защитить наших родителей, потому что мы продолжение, продолжение минулого. И мы даем жизнь в будущем. И вы знаете, я хочу... Может, вы помните фильм, старый, радянский фильм «Человек с бульвара Капуцинов», когда один из героев обратится к своего молодшего товарища и говорит, «Гарри, если женщина что-то просит, дай ей, иначе она возьмет это сама». И вы знаете, нам достаточно просить, нам нужно брать, брать и делать все для того, чтобы в нашей стране был спокойный, слагода, тепло и мир. Спасибо. Спасибо большое, Ирина Юрьевна. И я хочу опять переключиться немножко на региональный бюджет, и на условиях децентрализации. Хочу передать слово Марии Шабалтас, депутат Черниговского областного совета и тоже соучредителем нашей национальной платформы. Мария, пожалуйста. Спасибо. Шановна Наталья Юрьевна, шановные женщины-однодумцы, я, первое, хочу подякувать за возможность озвучить те проблемы маленьких местечек у стенах Верховной Ради, про которые, кажется, здесь большинство депутатов никогда не слышали и не знают. Складывается таке впечатление, что большинство народных убранцев, представников Верховной Ради не выходят за стены, за межи этих стены, не выходят из своих кабинетов и не бывают на своих округах. Бо иначе пояснить ту ситуацию, яка склалася у регионах, у местах и местечках, неможливо. Я представляю місто Прилуки Черниговской області, місто областного значения. Я є депутатом Прилуцької міської ради и членом бюджетної комиссии. И как член бюджетної комиссии я могу с уверенностью ствердить и говорить про то, что другий рік поспіль продовжується безпрецедентно, жахливе и безсовісно перекладание на місцевые бюджеты додатковых финансовых навантажений, которые місцевые бюджеты просто не могут вытянутить. Покриваючи витрати, которые бы мав забезпечивать государственный бюджет из бюджетов развития, места и громады не мают смоги развиваться, не мают смоги реализовывать инфраструктурные проекти, социальные проекти, не мают смоги подвищивать ревень экономического развития. Органи местного самоврядувания только те и делают, что перекрывают те дыры, которые не закрив государственный бюджет. И как наследок места не развиваются. Миря, 20 секунд. 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 национальной платформы «Женщины за мир». Пожалуйста, Наталья. Здравствуйте, дорогие женщины. Хотела бы поднять вопрос финансирования образования с надеждой на то, что нас услышат в Министерстве образования, ведь за нами стоят дети. Это самая незащищённая категория населения. И я, как молодой директор школы, хотела бы, может быть, очень эмоционально поднять этот вопрос с надеждой, что действительно мы достучимся до людей, до чиновников, и они услышат проблемы рядовой школы в периферии. Не столичной школы, где есть всё, а рядовой школы, там, где учатся такие же дети, как и везде, такие же познайки, умнички, которые хотят развиваться, хотят стать конкурентноспособными выпускниками наших школ. Самая главная проблема какая? Естественное финансирование. Субвенция, которая опускается на места, она съедается за счёт зарплаты, а также за счёт коммунальных платежей. На материальное обеспечение школ местные бюджеты выделить ничего не могут, потому что мы находимся в Луганской области, у нас идёт война. Там нужно постоянно ремонтировать какие-то электросети, что-то восстанавливать и так далее, и так далее. Местный бюджет поднять этого не может. Поэтому, естественно, школа остаётся полностью на руках учителей, энтузиастов по своей натуре, альтруистов, которые просто так всё поднимают на своих плечах. Конкретно говорю о своём учебном заведении. У меня учителя молодые, которые перспективные, они готовы работать, они могут работать, но они заходят в класс смелым в руках. Как мы можем конкурировать с выпускниками столичных школ на выходе, когда у нас 4 компьютера, по сути, на 200 человек детей? Как мы их можем поднять? Это первое. О каких здоровья сохраняющих технологиях мы можем говорить, если мои дети сидят за партах ещё советского образца? Если у меня на весь спортивный зал всего 2-3 мяча на 200 человек? Мы очень просим, пожалуйста, разработайте какую-нибудь государственную программу, которая обеспечит школы именно периферии. Самым необходимым, я не говорю там очень много, но хотя бы самое-самое необходимое. И второе. Отчего задыхаются рядовые учителя? Это бесконечные конкурсы, которые спускаются на нас сверху. Нам некогда учить детей. Чем мы занимаемся? У нас есть очень много платных конкурсов, которые ложатся на плечи наших рядовых деток. А у нас родители этих детей, они практически безработные. Потому что у нас не работает промышленность. Те, которые, ну, родители, которые могут заработать, они зарабатывают где? Они все гастарбайтеры. Поэтому на нас это всё ложится. К тому же, кроме того, что они зарабатывают на нас деньги на этих конкурсах, они же ещё перекладывают на нас работу эту. Обрабатываем все эти конкурсы, передаём выше учителя. То есть мы выполняем ненужную работу. Мы не можем дать качественное образование только потому, что у нас очень много лишней работы. Пожалуйста, услышьте нас. Мы готовы работать. Мы профессионалы. Мы поднимем отрасль образования. Только прислушайтесь к нам. Спасибо, Наталья. С такими женщинами, как у нас сегодня, невозможно не поднять ни одну отрасль. И образование, и здравоохранение, и все-все плодопроизводство. Я хочу передать слово Тамаре Ищенко. Это Сума. Это один из наших старейших членов нашей организации. Супредседатель национальной платформы, заслуженный работник образования Украины. Томара Дмитриевна, пожалуйста. Дякую за возможность сказать свою позицию. Шановные женщины, я долучаюсь до всех попередних выступов. И хочу сказать наступное. Мы называем себя национальной платформой «Женки за мир». Мы понимаем, что главное наше назначение – это народжение и выхождение детей. И поэтому я вважаю, что у резолюции мы должны обязательно обратить внимание на такую позицию. Это повернение диференцированного подхода для поддержки матерей, которые народжуют детей. Вы помните, 10, 11, 12, 13 лет, когда, в зависимости от того, как дитина родила женщина, она получила соответствующую выплату. До того, что она имела поддержку по выхованию детей до 3 лет. Что мы бачим в проекте бюджета 2018-го года? Ноль на поддержку матерей, которые будут выховывать детей до 3 лет. При отсутствии мест в детских садах, при отсутствии поддержки семьи, когда нет бабушек, которые могут поддерживать семью. И грошовой поддержки. Поэтому я вважаю, что эта позиция должна обязательно быть выпуклой, обязательно должна призначаться именно от нас, от женщин. Инша позиция, которая должна обязательно найти место в бюджете 2018-го года, действительно относится освещенности и медицинской субвенции на место. Инша позиция, сегодня у нас утворился целый ряд объединенных территориальных громад, которые передали повноважение, ратификованных на уровне международных. И, по сути, действительно, как звучало, это не повноважение, а это дополнительные финансовые обязательства, которые не в змозе объединенные территориальные громады сегодня финансировать. И мы видим, что такая добрая идея так называемой децентрализации, передача влади на местах, закінчивается отвертою профанацией. И еще в медицинской реформе прозвучала такая тема, телемедицина, понятие, консультация на отстану. Яка может быть консультация на отстану, если у нас интернет-мережи нема в сельской местности? Тому должна быть запущена программа телемедицина. Спочатку всю сельскую местность мы должны обеспечить интернет-мережью. Ответные провайдеры должны взять на себя обязательства, залучить их до этого. Спасибо, Татьяна, Дмитриевна, спасибо большое. Прошу извинения за... Спасибо большое. Я хочу, когда мы говорим о детях, дать слово многодетным матерям. Таня Терехова, это город Одесса, это организация многодетных матерей, это наши партнеры нашей организации. Пожалуйста, Танечка. Здравствуйте. Во-первых, мне очень приятно, что я здесь нахожусь сегодня. Хотелось бы многое сказать, но... Микрофон включите. А, включили. Включили. Ну, предыдущие ораторы, наши женщины оповестили практически все, что я хотела сказать. Единственное, что я бы хотела дополнить, это то, что... Еще вот ко всем сложностям, которые есть у нас, да, мне был освещен вопрос, что, кроме того, все дети из многодетных больших семей, где пять и более детей, с этого года лишены возможности получать специальное высшее образование бесплатно, что резко сказалось на уменьшении количества поступлений в ВУЗы. Большинство льгот и помощи в связи с децентрализацией возложены на местные бюджеты. Поэтому в большинстве регионов просто не за что выплачивать. Вот. Поэтому я думаю, что мы с вами все понимаем, что дети – наше будущее. И мы, как многодетные мамы, как бы просто, не знаю, обращаемся к Верховной Раде. Раде мне казалось, что наши депутаты такие же люди, как мы с вами, правда? Но когда принимаются законы, такое впечатление, что они живут на другой планете. Поэтому очень хотелось бы, чтобы к нам прислушивались и понимали тоже, что мы такие же люди и хотим жить нормально, и тем более дать достойное образование и все остальное детям и будущим. Спасибо. Спасибо, Татьяна, большое. Я уже говорила, что у нас есть, у вас, папочка, есть порядок резолюции нашего собрания сегодняшнего. И я хочу передать слово Гурской Нине, депутату Запорожского городского совета, член комиссии по вопросам экологии, председателю районной общественной организации Украинский союз ветеранов Афганистана, субпредседателю нашей национальной платформы Нина Гурская. Пожалуйста, зачитайте. Резолюция национальных сборей жёнок-депутатов в бюджет-2018 «Очікувание и возможности». Мы участники других национальных сборей жёнок-депутатов в рамках национальной платформы «Жёнки за мир», которая наличит понад 110 тысяч жёнок из всей Украины, из всех регионов Украины. Зібравшись 2 листопада 2018-го в Верховной Раде Украины, м. Киев, проанализовавши проект бюджету Украины на 2018-й рік, вирішили. Запропонованный урядом проект державного бюджета на 2018-й рік є бюджетом антисоціального спрямування. Его приховані загрози роблять його бюджетом стабілізації бідності і відсутності прогресу. Ми пропонуємо альтернативні пропозиції до бюджету України на 2018-й рік, які забезпечать бюджет економічного розвитку і соціального захисту громадян, а саме підвищення прожиткового мінімуму до 3200 гривень, повернення привязки розмірів мінімальної заробітної плати, пенсії та виплат вимушеним переселенцям до розміру прожиткового мінімуму, встановлення розміру мінімальної заробітної плати на рівні 5000 гривень, встановлення розміру мінімальної пенсії на рівні 3500 гривень, відновлення допомоги по догляду за дитиною і встановлення її розміру не меньше, чем 2 300 грн. Снижение вартости природного газа до рынкового уровня и подвижное снижение ЖКХ-тарифов. Повернение дифференциального подхода до выплат при народжении детей. Сбільшение финансирования галузей охраны здоровья и обеспечения. Восстановление права студентов на отримание академических стипендий. Восстановление бюджетной программы финансирования средней специальной обеспечения. Забезпечить виконання наших вимог, можливо, за рахунок коригування макропрогнозу, на якому побудовано проєкт бюджету та скорочення необґрунтованих та неефективних статей витрат. Ми наполягаємо на необхідності внесення змін до проєкт бюджету 2018, які зможуть дати поштовх відновленню економіки, соціальної справедливості та розвитку нашої рідної України. Дорогие жінки, у нас є ще один документ, я дуже хочу, щоб ми с вами сьогодні прослушали і проголосували. В будь-якому віде, на все абсолютно шаги нужна і політична воля. Тому я хочу передоставити слово Начирьян Натальї, депутату Днепропетровського городського совета, руководителю фракції, председателю первой внефракціонной групи «Женщини за мир» в Днепропетровському городському совете і соцпредседателю нашої платформы для зачтения политической декларации. Пожалуйста, Наталья. Добрый день, уважаємі жінки. Перед тим, як зачитати политическую декларацию, я хотів би буквально несколько слов сказати о той дискуссії, яка була у нас в зале на протяжении вот этих полутора часів. Ви знаєте, в чому наша сила женская? В тому, що у нас от природы є інтуиція. І ми понимаємо, що буде, якщо зробити какую-то ошибку. Какі последствия догонять нас і наші семьи. Тому я розумію, що сьогодні було сказано дуже багато правильних слов. І якщо нас не услышать власть, якщо нас не услышать люди, які действительно принимають участие, декларируя заботу о Родине, то що станет з нашою любимою страною? А станет именно то, о чому говорила уважаємая Марина. Будуть продолжать умирати діти. Будет то, о чому говорила Юля. Ми будем терять авторитет международний, нам ніхто більше ніколи не поможет і не даст ні одного кредита. Будет то, о чому говорила Татьяна Всеволодна. Діти будуть выбирати другие вузи. Нихто не хоче посылати своїх дітей на платне образування, коли у нас в Днепропетровській государственному университеті діти занимаются в шубах. Нет отоплений. Це нонсенс. Сьогодні поразительні вещи происходять. О том, о чому говорила Татьяна Бахтеєва, Юля Ковалівська. У нас, благодаря цим геноцидним реформам, огромные территории стануть депрессивними. Люди просто будут уїжджати з того же Токмака. Зачем нужны города без образования і без медицины? Пускай те люди, які нас сегодня слышат, поймут, к чому приведуть їх шаги, якщо вони нас не услышать. Неужели вони хочуть видіти таку нашу страну, нашу Україну? Неужели вони хочуть, щоб в такій країні жили їх діти і їх родители? Давайте акцентируємо на це внимание, що замовчати це, зробити вид, що вони нас не услышали, це неправильно. Це приведет к катастрофі. І на самом деле наша сила в тому, що ми сьогодні вместе, і ми сьогодні проговарюємо відкріто ці проблеми. І я надеюсь, що нас услышат і все-таки сделають змінення, і не буде цього поразительного одобрям, документів, яких не читають. Хоча із доклада Ірины Хижняк, я поняла, що, скоріше зіго, що під Новий год в ніч ви будете голосувати, не читая. Ну, понятно, конечно, ви не будете, я в цьому не сомневаюсь. Але те, які сьогодні обличчені властью, були вибрані на емоціях, нашим многострадальним народом, скоріше зіго, під Новий год, не читая, проголосують цей документ 7-3-0. Так пускай не знають, які відповіді чекають нас, дітей і наших стариків. А тепер, дозрішіть, дорогі друзі, прочитати політичну декларацію національних зборів жінок-депутата Верховної Ради України, Київ, 2 листопада 2018 року. Ми, жінки-депутати України всіх рівнів, представники державних установ, журналісти, громадські діячі, зібравшись сьогодні на Другому національному збору Верховної Раді України, опираючись на Конституції закону України, усвідомлюючи прагнання всього українського народу жити у мирної, вільної, демократичній, соціальній державі, прагнучи створення в Україні дієвого громадянського суспільства, керуючись принципом доцільності об'єднання зусілля для досягнення поставленої мети. Вирішили об'єднувати зусілля заради досягнення миру та взаєморозуміння та зміцнювати нашу співпрацю в рамках національної платформи «Жінки за мир». Зобов'язуємося регулярно зустрічати з метою прасування нашого спільного порядку денного в різних регіонах України, звертаючи особливу увагу на переваги, які рівність жінок надає нашому суспільству. Ми завжди відкриті до конструктивного діалогу та плідної співпраці з усіма громадськими організаціями, громадянськими діячами, політичними партіями, представниками виконавчої та законодавчої влади всіх рівнів, окремими політиками, міжнародними організаціями, місіями, інституціями та усіма небайдужими громадянами, які готові відстоювати мир, права і свободи людини в Україні, встановлювати соціальну справедлість та порагнуть побудови в нашій державі демократичного правового суспільства. Вся декларація відкрита для підписання всіма, хто розділяє наші прагнення та цінності. Дякую. 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 Дякую, дорогой. Я думаю, що ми підпишемо, всіх желаючих підпишуть цю декларацію, ми будемо передавати її, як коли-то раніше передавали мирну декларацію нашу. Я прошу проголосувати за данну політичну декларацію. Кто за то, щоб її підписати, я прошу голосувати? Кто проти? Я думаю, ми вже... Дякую. Дякую. Декларацію принимаємо, підписуємо, і говоримо о них везде і всіду. Я хочу передати слово ще одній замечательній жінці. Це жінчина, зампредседателя Комитету Союзу ветеранів України. Чи вважаєма жінчина, з котрою ми сотрудничаємо з організацією дуже давно, Моисеєва Ангелина Вікторовна. Пожалуйста. Більшого спосіба за приглашення на таке собрання передових, таких красивих жінчин України, які сидять за цим столом. От нашої організації, яка об'єдняє почти 7 мільйонів ветеранів війни, труда, военній служби, дітей війни і просто граждан пожилого возраста, так в законі написано, ми вам желаємо доброго здоров'я, благополучня, процветання. І від всього серця бачу вас, за вас таку сложну і, можливо, не совсем жінську роботу. Спасибо вам большое. Ми согласны со всеми выступающими, которые говорили сегодня о бюджете, проекте бюджета на 2018 год, который не соответствует ни в какой мере потребностям нашего общества. І Татьяна Дмитриевна дуже добре сказав в своєму выступлений, що сьогодні наша власть, вона оторвана от жизни, от повседневной жизни каждої семьи і каждого члену. Я не буду останавливаться за неименемо время, но хочу сказати, що с кожним годом исчезають з государственного бюджета государственні программы. І вони касаються в одинакова степень і пожилих людей, і дітей, і всього населения. І сейчас наш бюджет, він, наверное, называется, скорее всего, можна назвати бюджетом даже невыживання. А в цьому говорить та депопуляція, яка сьогодні є. По оцінкам Організації Об'єднівних націй, которая проводила зістання здоров'я пожилих людей в Україні, вони написали так, що коли гражданин України приходить к пенсіонному возрасту, то здоров'я його вщент разрушена. Тобто здорових людей, і 40-летніх людей немає. Ну і вже то, що сьогодні говорилися о медицинській реформі, в якій непонятна, як вона буде реалізована і як вона буде проводитися. Щоб успокоїть сьогодні пожилих людей, і о чому не? Перша – це мир. Мир. вони просять, вони обращаються і просили, я дуже быстро скажу, ще всевозможне зробити. І я не буду застаналиваться на бюджеті, і хочу просити вас, може бути повседневно будемо решати вопрос. І сьогодні більше 100 тисяч дітей знаходяться в інтернатних установах. Ми предлагаємо вам такое сотрудничество, установити заботу об цих дітях, які є. І следующее – у старости женське лицо. Ми просимо вас, не забувайте стариків, які живуть на вашій території. Достаточно поздравління, достаточного звонка. Поддержите наші ветеранські організації. І последнее. Знаєте, один такой древній філософ сказав, що ми перестаємо любити, не тому, що стареем, а ми стареем, тому, що перестаємо любити. Любви вам на долгі годи, на всю вашу життя. Спасибо вам. Спасибо огромне, Ангелина Викторовна. Словами этой мудрішей жінчини я предлагаю закончить первую часть нашого мероприятия. І к нам присоединился Юрий Анатольевич Бойко, сопрецедатель фракції, і Олександр Юрьевич Вилкул. Як ми в начале нашого мероприятия с вами говорили, що ми пригласили представителей всех фракций парламента і всіх руководителів фракції, для того, щоб вони услышали «женщин України», представителей почти всіх областей і депутатів всіх уровней. Сьогодні жінчини дали чітку оценку проекту правительственного бюджету. Жінчини подготовили альтернативний проект. Ми сьогодні единогласно представителями почти всіх регіонів проголосовали резолюцію, яку передадим і правительству, і всім депутатам. Юрий Анатольевич, і нам, і Александр Юрьевич, нам дуже інтересне ваше мнення, і також нам, як депутатам, теж важна, яку позицію займем ми в оппозиційному блокі по отношению к данному проекту бюджету правительства. Спасибо, Наталья Юрьевна. Уважаемые женщины, ми дуже раді вас приветствувати. Поздравляю вас з тем, що ви так продолжаєте свою деятельність і ключове в вашій деятельності це «женщина за мир», «динки за мир», тому що сьогодні ще раз всім понятно, що на перше місце по проблемам, які є у країни, всі люди, всі граждані України ставлять проблему примирення на востокі країни, завершення военного конфлікта, люди страшно устали, і далі вже з большого отривом ідут економічні проблеми, і корупція, і тарифи, і все остальне. На перше місце 60% населения ставить цю проблему окончання конфлікта. Т.е. ви полтора року назад приняли правильне решення, і время показало, що ви действуєте правильне, а ми вас підтримемемемо. чи наоборот. нація фракція єдинна, план, як це зробити. Т.е. ми з самого начала выступили за введення голубых кассок на линию розвищення. Це тож значало восприняли в штыки, а зараз з цим согласились, але потеряли два роки. т.е. на першому етапі для дистанція безпасності нет альтернативи введення голубых кассок, получення періода устойчивого спокійства і завершення стрельби, а затем перехода к политическим шагам. перший із них це принятие закона об особому статусі цієї території на три роки для восстановлення мирной жизни, інфраструктури і підготовки цих територій к выбору. Друге закон об амністії для тих, хто не участвував в убийствах і тяжелых притуплених. Це треба показати тим територіям, тим людям, що вони можуть рассчитувати на будущее, можуть иметь перспективу. Восстановлення економічних отношень і введення на ці території временних администрацій для підготовки к выборам. І согласно-мінським соглашенням взятие під контроль границі українськими пограничниками, границі між Україною і Росією. Через три роки можна буде проводити выбори на цій території, підготовлення їх к мирной жизни, і таким образом вернути території і людей назад. Эту же позицію наша фракція отстаивала на встречі со спецпредставителем США, господином Волкером, с которым я встречался, і фракція уполномочила мене до нього цю позицію донести. Це єдинний, реальний, приземленний і достижимий в прикладному плані план, який сьогодні существує, хоча б в розвиті Минських соглашень, які на сьогодні требуються модернізувати, поскольку там ушли все сроки. Це основний вопрос. Тепер отвечаю, і я рад, що у нас, в вашому лице, ми имеємо таких надюжних союзників, ми друг с другом йдем по этому пути вместе. Я убежден, що ми це решимо. Другой вопрос, который у вас розматривається, вопрос бюджета. Ми дуже скептично відносимося к тем бюджетам, які вносяться в последні три роки. По одній простій причині, що ми видим, наскільки йде существенный перекос в части увеличення финансування силових структур і одновременно уменьшення соціальних выплат. Все три бюджета, які приймалися после событий на Майдані, вони були построені, грубо говоря, на пенсіонерах. Пенсіонерам не давали нічого, а за счет цього давали всім структурам, прокуратурам, милиці, поліці, службі безпасності і так далі. вимага якийсь бюджет, по житті, вимага, виглядів. Мы за него не голосуем, потому что увеличение выплат на силовые структуры на 21 миллиард гривен, прямую по сравнению даже с прошлым годом, никак не вяжется с тем состоянием преступности, которое у нас есть в стране. И наша фракция инициировала заслушивание руководителей правоохранительных органов, что они вообще собираются делать с тем валом преступлений, которые существуют в стране. Поэтому достаточно сказать, что у нас за последний год взлетело на воздух 4 воинских арсенала, в последнем из которых взорвалось больше боеприпасов, чем было использование в зоне АТО за все 3 года военного конфликта. И никто не понес никакой ответственности. Я уже не говорю об этих убийствах, которые каждый день включишь. Мы видим, а здесь возле Верховной Рады это началось еще в 2015 году, когда взорвали гранату и погибло 14 гвардейцев. До сих пор никто не наказан. Поэтому вот это увеличение выплат на силовиков, причем при этом социальные выплаты с учетом инфляции и роста цен, они остаются на месте. Даже некоторые уменьшаются. И поэтому у нас позиция одна. Мы против такого бюджета. Мы считаем, что бюджет должен быть сбалансирован. Это должен быть бюджет для людей, а не для прокуроров или работников службы безопасности, что на сегодня, в общем-то, мы видим. И думаю, что мы правильную позицию занимаем, поскольку у нас есть что ответить на те обвинения, которые сыпятся в наш адрес, что мы не поддерживаем бюджет. Мы такой бюджет поддержать не можем. Когда на 2,6 миллиарда увеличится финансирование на кабинет министров, на 950 миллионов на службы безопасности, миллиард 100 на пограничников, миллиард 200 на прокуратуру, 3 миллиарда плюс 2 десятых на суды. И при этом, я уже не говорю про полицию, там, по-моему, около 9 миллиардов плюсом от прошлого года. И при этом нет выплат на поддержку материи-одиночек, ну, ключевых, которые инвалидов, там, урезаются путевки чернобыльцам. Все вещи, которые, в общем-то, и характеризуют государство, как оно относится к своим гражданам. Вот такая наша позиция. Александр Юрьевич меня дополнит, но, в принципе, мы вот на таких позициях стоим. Спасибо. Дорогие, я не побоюсь этого слова, любимые женщины. Очень рад с вами встретиться, не первый раз встречаемся. И в таком составе, и в более расширенном, и в более узком составе. Ваша сегодняшняя встреча посвящена вопросам, связанным с экономикой, вопросам, связанным с бюджетом, потому я хотел бы остановиться именно на этой теме. Осень будет важная. Она уже важная, то, что уже произошло, и будет важная дальше. Почему? Потому что так называемые псевдореформы, которые сейчас через колено, путем договорняков, путем шантажа, путем всего остального продавливают власти, теперь хочет зацементировать эти все вещи в бюджете. Они будут очень негативны для будущего Украины и создадут страшное количество проблем еще дополнительных. Что происходило все эти три с половиной года? Заморозили практически, очень незначительно, если там поднимались пенсии и заработные оплаты, минимальные. То есть полностью заморозили все выплаты. При этом инфляция на что было 100%, на что 200%, на что 300%, на что как на газ 8 раз. Вот было 780 с чем-то гривен, сейчас практически по 7 тысяч собирают. То есть заморозили здесь. И второе, создали механизм выкачки денег из людей. Но вот это повышение коммунальных тарифов, которое происходило все это время, что это как не просто выкачка денег из людей? То есть таким образом люди становились все беднее, беднее, беднее. Значит, этой осенью они решили сделать фундаментальные сдвиги, приняв вот эти все так называемые псевдореформы. Я очень коротко остановлюсь, начну, наверное, с медицинской. Тут я встречался недавно с Тодоровым, директором Института сердца. Он, правда, выдающийся кардиохирург. Он мне рассказал одну историю. Он говорит, лет 10 назад его как кардиохирурга, выдающегося кардиохирурга, пригласили в Египет. Глава администрации Хосни Мубарака, президента Египта, у него родился внук с несколькими пороками сердца. Его пригласили для того, чтобы он проконсультировал и сделал операцию. Он говорит, я проконсультировал, да, ситуация сложная, но не безнадежная. И надо делать операцию срочно. Я поехал, посмотрел на государственную больницу, какие есть возможности в государственной больнице. Говорит, очень неплохая государственная больница, но все-таки она такая, ну, большая, знаете, вот как. Поехал в частную больницу и говорит, я говорю, что у вас и государственная больница, в принципе, неплохая. Но лучше делать в частной больнице, потому что она такая более камерная, уютная, маленькая и так далее. На что глава администрации Мубарака ему говорит, ты что, говорит, я один из лидеров государства. Я не могу позволить, чтобы моему внуку, это дедушка ему говорит, делали операцию в частной больнице. Он говорит, потому что, ну, это позор, это вообще так, ну, это не бывает. Миллионы людей ходят сюда, я должен прийти сюда. Так вот, создав вот этот, принял вот эту медицинскую реформу, против которой мы очень резко выступали. Особенно сначала боролись на комитетах наши медики во главе с Татьяной Бахтеевой, Игорь Шурма. Потом мы боролись в зале. Но, и, кстати, вот очень интересная история. Я был на вечер уверен, на вечер был уверен, что у них не хватает голосов. Причем конкретно не хватает голосов 30. За ночь они творчески поработали с рядом фракций, которые до этого рвали на себе рубашку, не знаю, там, волосы и какие-то другие части тела. И говорили, что они будут голосовать на утро, они проголосовали. Вот сейчас конкретно все спроводили врачей, которые выступили все с вечера, а утром... Выступили все с вечера, а утром ситуация изменилась. Ну, творчески поработали с некоторыми фракциями, с некоторыми внефракционными депутатами. Я был уверен, что голосов не хватит. Но так вот все перевернулось. О чем этот закон? Этот закон только об одном. О введении платной медицины и о закрытии больниц в школах, в малых городах, да и в больших городах. Уменьшение количества больниц. Этот закон направлен только на одно. На то, чтобы сэкономить бюджетные деньги. Вот тратилось на медицину столько-то. Для того, чтобы тратить меньше, надо позакрывать медицинские учреждения. Да, наверное, будет какое-то количество хороших больниц, в которые смогут ходить 5-10% богатых людей, сколько у нас есть в стране. Но для народа на самом деле это смерть. Вот эта вот система. Закон об образовании. Закон об образовании, мы же резко выступаем против него не только по языковой причине, но и потому, что они говорят, что они закон об образовании взяли с финского закона. Они говорят, что это финский закон, хороший закон. Так вот, в финском законе написано, что если дальше, чем 2 километра до школы живет ребенок, его надо обеспечивать либо школьным автобусом, а если это там сельские районы, да, у них же там тоже расстояние, дай бог, в Финляндии, то дают им такси. Платят государство за такси и возят ребенка, если дольше, чем 2 километра. Они принимают в законе, что 50 километров, 50 километров может быть доезд до школы. 50 в одну сторону. И создают систему опорных школ. Система опорных школ, чтобы вот эти назвать опорные, в других сначала сделать начальную школу до 5 класса, потом их схлопнуть, закрыть. Ну, система тоже направлена только на экономию денег. Я уже не говорю про языковые вещи, нарушены 11 статей Конституции, нарушены все европейские охартии о языках национальных меньшинств, что может быть. А из 22 предметов сделать 9. Физика, химия, биология, астрономия. Чего? Женщины еще могли задать вопрос. То есть ты меня прерываешь? Я не прерываю. У нас есть регламент, поэтому... Понятно. Потому что просто женщины сейчас настолько детально прекрасно знают все эти реформы, что они могут нам, депутатам, все эти... Хорошо, по пенсионной... Депутаты прочитать. Но я знаю, что у них есть к вам вопросы. Хорошо, два слова. По пенсионной реформе вы сами все знаете, да? По бюджету, то, что сказал Юрий Анатольевич, они за три года в три раза увеличили финансирование силовиков. То есть себе они все компенсировали. Для чего? Для того, чтобы держать вот эти 90% недовольных людей в узде. Ну, ничего страшного. Значит, я уже встречался по закону об образовании позавчера с Венецианской комиссией. Я думаю, будет отрицательный отзыв в Венецианской комиссии. Уже было позорное голосование в ПАСЭКах. Да, мы говорили, что вы делаете, мы подали в Конституционный суд, но вы опозоритесь перед всем миром. Так оно и произошло. Значит, то же самое по пенсионной реформе, по медицинской. Ничего страшного. До выборов не так далеко. До выборов на самом деле всего полтора года. Вот кажется, что до выборов вся жизнь. Полтора года пройдет как один день. После этого мы все эти геноцидные реформы, все эти вещи отменим. Чтобы ни у кого не было сомнений. То есть я думаю, что наше дело правое. Враг будет разбит и победа будет за нами. Спасибо. Спасибо большое. А надеемся, что выборы еще и раньше состоятся. На чем мы очень настаиваем. Потому что полтора года, это действительно уже гораздо меньше, чем пять лет. И то, сколько мы уже протерпели. Но хочется, чтобы это было не позднее весны. И чтобы все эти реформы еще вообще не успели даже приблизиться и вступить в свое действие. Милые женщины, у вас сейчас есть возможность задать вопросы самым смелым мужчинам парламента на разные темы. У нас с вами есть регламент 15 минут. Вот чтобы мы в это время успели и спросить, и ответить. Пожалуйста. Меня интересует Гурская Анина Николаевна Запорожья, председатель Украинской спилки в Итране Фаванистана. Меня интересует такой вопрос. Вот у нас мы сейчас говорим о бюджете. Есть льготы определенных категорий. Есть закон о статусе ветеранов. И вот я смотрю, в какой геометрической прогрессии растет количество льготников. А я вообще предлагаю, возможно ли это, ввести такие изменения. Понимаете, у нас сейчас получают статус участника боевых действий даже те люди, которые всего лишь два часа заехали на территорию, где ведутся действия боевые. Либо вообще находятся на территории 80-50 километров от зоны боевых действий. Они все участники боевых действий получают статус. Причем затем льготы распространяются на оплату коммунальных услуг и для них, и для детей, не достигших 18 лет, их детей, и для жен. То есть это огромная сумма. Неужели наш бюджет это выдержит? Давайте, наверное, вот как вы смотрите на то, чтобы пересмотреть закон и внести там коррективы. И по поводу семей погибших также. Давайте мы изучим вопрос. Давайте мы изучим вопрос. Пожалуйста, подготовьте свои предложения. Я вижу, что вы глубоко знаете вопрос, кто из боевых помощников есть? Андрей, Андрей. Вот руку поднял парень с усиками, Андрей. Если можно сейчас после встречи обменяйтесь координатами. Да, мы изучим, и вы свои предложения передадите, и мы обязательно поработаем. Спасибо большое. Спасибо большое. Да, пожалуйста, вот представляемся. Говорим только в микрофон. А, вот уже. Я из Одессы. Тут такая ситуация у нас в стране. Значит, мы на все обращаем внимание, забываем про психически больных людей. Если можно обратить внимание. Да, ну понятно. Просто вот именно парламент игнорировал выделение нормальной стоимости на закупку питания для людей, находящихся на лечении в этих клиниках. Пожалуйста, если можно, обратите на это внимание. Там люди просто хотят хлеба. Вот и все. Спасибо. Значит, вопрос не просто важный, а сверхважный. Сверхважный. Обычно вот эти учреждения, в которых находятся душевно больные люди, обычно это областная коммунальная собственность. Скорее всего так это есть и в Одессе. Я не знаю как, но скорее всего так. Обычно это не городская и не государственная. Обычно это областная коммунальная собственность. И решение о том или ином финансировании и на медикаменты, и на продукты питания, сколько гривен в день, сколько денег в день тратится на это, принимает областной совет. Поэтому я думаю, что тут надо идти двумя путями. И причем работа на уровне областного совета даже важнее. Я думаю, что все областные советы будут принимать бюджет где-то, я думаю, числа 15 декабря. Я думаю, что вам надо поработать, ну это же Одесса, с Кориком Колей, Николай Леонидович. Я прошу прощения, я очень фамильярно. То есть самое ключевое, кто принимает решение. Значит, принимает решение о деньгах и принимает решение о питании тот, чей это является заклад. Если это заклад городского совета, городской совет. Если это заклад областного совета, областной совет. То есть там это точка, которая принимает решение. У нас есть много депутатов областного совета, поработайте там, это первое. Второе. То есть, возможно, стоит пойти и по пути какой-то стандартизации. То есть такого нету в государстве, сейчас там по-разному. По пути какой-то стандартизации. Давайте тоже мы с вами вместе поработаем на эту тему. То есть, может быть, мы сможем взять какие-то государственные нормативы, чтобы сделать это государственными нормативами. Но решение вопроса быстрое, это сессия областного совета, это можно решить быстро. Я просто был губернатором, и из-за этого могу достаточно детально говорить, где я кирилл бюджетировал. Спасибо вам большое. Я Ковалев, депутат областного совета города Одессы, я так понимаю, добавить несколько слов. Здравствуйте, Ковалев Ширинов, облсовет Одессы. Подскажите, какова судьба постановления об отмене этого злополучного, так называемого, о медицинском реформировании закона в связи с нарушением регламента. Депутаты от оппозиционного блока подали, потому что до сих пор на сайте Верховной Ради невозможно ознакомиться с полным текстом справками этого закона в медицинском реформе. Смотрите, он сейчас заблокирован, 7 ноября должны будут поставить эту постанову, которую мы заблокировали, его подписание на голосование. 7 ноября должны проголосовать это постановление. Мы здесь не испытываем лишних иллюзий, но, как сказать, мы страну на 2 недели спасли от геноцида, реформы здравоохранения. Как только они еще раз проголосуют, после этого спикер будет подписывать и передойдут на подпись президенту. То есть в течение следующей недели с их рвением как можно быстрее уничтожить медицину в Украине, я думаю, они этот закон протянут через подпись и опубликуют. Мы сразу подадим в Конституционный суд, это неизбежно, но по медицинской реформе есть одна хорошая новость. Вот они сейчас, ближайший год-полтора будут упражняться на первом уровне медицины, это семейные доктора, вот это. А вот эти все жуткие вещи, жуткие вещи с жуткими цифрами, с жуткими ценами, это с 2020 года. Они специально это сделали, но для того, чтобы пройти выборы 2019 года и президентские, и парламентские, ну а потом уже полностью начать рубить. Это для нас дает шанс, победив в 2019 году, мы тогда сможем простым голосованием в парламенте, 226 голосов, ну отменить эти жуткие вещи второго уровня. Это хорошая новость, что ну чуть-чуть есть время по самым жутким вещам, да. Ну и плюс Конституционный суд. Юрий Александрович, продовжение того, что Вы говорите про первинную лангу. Справа в том, что Вы знаете, что семейных лікарей у нас реально не вистачает, а нормативно, каждого семейного лікаря, 2000 населення, уявляемо село, где 4000 и один семейный лікарь, або взагалі его нет. Сегодня ситуация, что я реально знаю по объединенным территориальным громадам, где отсутствуют кадры и большинство старых семейных лекарей перед пенсейного века и уже пенсейного еще працювали, те, что перед пенсейной, идут на пенсию за вислугою и говорят, что мы в этой кутерьме не хотим брать никакой участи, потому что все на вантаж, и все проблемы на них лягают. Поэтому мне хотелось бы, чтобы все-таки вопрос медической реформы не сходил и объяснил, потому что люди в реале все равно не знают всех нюансов медической реформы. То есть точку нужно объяснивать, что ждет людей, потому что они до сегодняшнего дня не знают в реалиях, чем это закончится для них. Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста, в руках. Город Славутич. У нас специфический город, все, наверное, знают. У меня по поводу онкобольных. Мы, естественно, ездим все в город Чернигов, до города Киева и Славутича очень далеко. Одна химиотерапия приблизительно стоит 7, 8, 10 тысяч одна. Минимум надо 4, это минимум, максимум 7. Какой нормальный человек, даже имея теперешние пенсии, потянет одну химиотерапию? Каким-то образом этот вопрос? Не понаслышке. Ни один нормальный человек это не потянет. А жить все хотят. Есть жуткие вещи, связанные с онкологией, есть жуткие вещи, связанные с гепатитами, с костным мозгом. Но есть масса вещей, которые требуют очень дорогостоящих операций. Мы же по медицинской реформе, мы же не просто критиковали, ничего не предлагали. То есть мы считаем, что нам необходимо сделать модель, и эту модель можно сделать достаточно быстро, страховой медицины за счет средств работодателя. То есть если это бюджетная сфера, страхует бюджет. Если это пенсионеры, естественно бюджет. Если это частное предприятие, частник. В этой ситуации каждый человек имеет страховку. И они говорят, мы хотим, чтобы люди голосовали деньгами, шли к лучшим врачам и в лучшие больницы. Так это как раз такая ситуация. Я со своей страховкой иду в ту больницу, и к тому врачу, которому хочу, соответственно больница после этого получает деньги. И только это путь прихода денег в медицину. А когда деньги в медицину придут, тогда вопрос решится. Поэтому вопросы, связанные с такими дорогостоящими операциями, как раз решаются в нашей модели, которую мы предложили. Вместо вот этой пенсионной реформы, именно страховую модель. Кстати, ее поддерживает Богомолец. Давайте скажем тоже откровенно. Богомолец глава комитета была против. Она с БПП, но я хочу все равно правду сказать. Вот эта модель, которую мы предлагаем. Дмитрия Бахтеева поддерживает для нас, для всех. Ирина Хрисняк, пожалуйста. Зарешите. Я хочу задать вопрос, потому что сегодня говорили о повышении огромном вливании денег по проекту бюджета в силовые блоки, и в том числе в оборону. Так как депутат Верховной Рады имеет право на официальный запрос, то у меня есть просьба, пожалуйста, обратитесь к министру обороны за официальным разъяснением, в связи с чем идет задваивание в бюджете цифр. 164,9 миллиарда выделяется на оборону и отдельно на министерство обороны 83 миллиарда. На силовиков МВД 100 миллиардов, на антикоррупционные 3 миллиарда. В связи с чем на оборону 164 и плюс еще на министерство обороны 83. Что входит в эти цифры и зачем обманывают народ? Спасибо. Спасибо большое. Одесса, многодетные мамы, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте еще раз. Хотела сказать, что уже есть закон 6063D, мы знаем, о социальной защите детей. Скажите, пожалуйста, историю этого закона и когда он будет принят. Спасибо. Социальная защита детей? Да. Это законопроект 6063, который мы подали более 50 депутатами парламента со всех фракций. Я также очень благодарна, особенно многодетным мамам Одессы, потому что по вашей инициативе был заложен шаблон этого законопроекта. Сегодня он прошел единогласную, получил поддержку профильного комитета и пока лежит на рассмотрении в парламенте. Поэтому я предлагаю, там в начале декабря, по-моему, будет Всемирный день детей, вот как-то нам мобилизовать свои возможности и принудить парламент рассмотреть вопрос о социальной защите детей. Это тот законопроект, который в состоянии и объединить зал, который мы в состоянии выполнить и на который есть сегодня деньги. Поэтому мы поддерживаем вас и отдельно предложим варианты коммуникации с парламентом для голосования по данному законопроекту. Спасибо. Спасибо большое. Депутат городского совета Грачева Татьяна, город Северодонецк. У меня два вопроса. У меня очень много спрашивают жителей с принятием новой медицинской реформы, куда пойдут их налоги, которые именно соцтракты налоги, которые они платили всю свою трудовую деятельность, всю свою жизнь и которые шли в медицину. Собираются ли пересматриваться как-то именно налоговые кодексы и что планируется в дальнейшем делать. И второй вопрос. У нас, как сами понимаете, регион такой, город Северодонецк, очень много переселенцев. Люди, ну, Азот стоит, основное предприятие, заработная плата заморожена, не выплачивается, очень большая задолженность, людям работать практически негде. Жилья для переселенцев нет. И они тоже не знают, они вынуждены снимать жилье и платить за это, то есть, за снятое жилье они хотят, чтобы у нас что-то строилось. Планируется ли выделяться деньги? Спасибо. Смотрите, первое. По нашим требованиям, по повышению прожиточного минимума. При повышении прожиточного минимума до 3200 гривен мы требуем, чтобы были проиндексированы все социальные выплаты, в том числе и выплаты для переселенцев. Потому что три года эта выплата не индексируется и, соответственно, понятно, что сегодня это деньги, которые ничем не могут помочь. Вторую очень хорошую новость, сказал Юрий Анатольевич. Да, позавчера запустили Азот. Да, что позавчера запустили Азот, и, конечно, для Северодонецка это очень важное событие. И то, что касается пересмотра выплат фонд социального страхования и как эти деньги будут использоваться. Они не хотят менять налоговый кодекс, они не хотят уменьшать ставку налогообложения на заработную плату. И эти деньги так и будут оставаться в фонде и будут выплачиваться через больничные, как это раньше и было. Потому что то, какую реформу они проводят, здесь очень хорошо говорят Татьяна Дмитриевна и все, что это не реформа системы здравоохранения, а это перераспределение ресурсов, выстраивание своей коррупционной вертикали. Поэтому все эти деньги они просто загонят в одну свою коррупционную вертикаль. И люди их как не видели, так, к сожалению, и не увидят. Спасибо. Я попрошу очень, можно не включать самостоятельный микрофон? Славянск, пожалуйста. Славянск, Преображенская. Я хочу еще раз сказать всем спасибо и подчеркнуть тему детей инвалидов и инвалидов с детства. Они уже год не получают ни единой программы, то есть дети отданы на вот эти копейки, которые получают мамы по уходу за ними. И теперь их уничтожают двумя реформами. Реформа медицинской. У них вот я еду, приехала, привезла вам письма от мам, которые, дети которых страдают церебральным параличом. У них нет средств купить антисудорожные препараты. 600 гривен тот препарат, который может помочь. То есть дети постоянно в этом спазме, понимаете? И у мамы тот срок, который она от рождения и, ну будем говорить, до исхода ухаживает за ребенком, он почему-то не входит в ее пенсионный стаж. И сейчас мамы в таком шоке, им не добавили ни копейки. У них дети без медикаментов и практически они обречены на вымирание. Вот как-то надо спасти эту категорию детей и людей. Спасибо большое. У нас сегодня есть единственный представитель правительства, который представляет Министерство социальной политики. Это самый смелый мужчина, который с нами провел все, начиная от самого начала заседания. Я думаю, он внимательно выслушал и качественно очень передаст всю эту информацию своему руководству. Если вы можете прокомментировать ситуацию, которая была озвучена. Да, нет, не могут. Ольга, я вас прошу в письменном виде по поводу пенсионного стажа, тот, что входит в стаж женщины. Мы отдельно разберемся. Хорошо. А вот здесь Тамара Ищенко подняла вопрос о военном сборе. И, кстати, очень правильная идея, мне кажется, которую тоже можно добавить в резолюцию, чтобы мы разобрались, куда использован был военный сбор, который три года платят все граждане нашей страны, и какая его целесообразность на 2018 год. И дальше этот вопрос еще раз обсудили. Потому что сегодня больше хочется сделать сбор заради мира и социальной защиты тех людей, кто в этом сегодня нуждается. Милые женщины, есть еще вопросы? Да, спасибо вам огромное. Юрий Анатольевич, пожалуйста, несколько слов. Я хочу еще раз поблагодарить вас за то, что вы сделали за эти полтора года. Потому что в тех социологических цифрах, которые мы видим, когда 60% населения ставят на первое место завершение военного конфликта, в этом есть и ваша заслуга. Люди поняли, в том числе и благодаря вашей активной гражданской позиции, что конфликт надо заканчивать. Люди устали, и вы своими действиями приближаете завершение этого конфликта. У вас крайне благородная миссия. Вы абсолютно правы. Вы можете в будущем гордиться тем, что вы сделали за эти полтора года, и еще сделаете. И сказать вашим детям, что они могут гордиться вашими мамами, поскольку вы спасаете их жизнь и жизни таких же детей в нашей стране. Спасибо вам большое. Мы с вами, мы рядом. Мы вам желаем всего успеха и всего хорошего. Спасибо вам огромное.